Бог нас от гибели, Испан! Бог нас от гибели, Испан! Да Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели, Испан! Шестое! О, Божьих слов не пропускай, Не закрывай от света глаз, И сердце не ожесточай, О, Будь спасен, приди сейчас, День завтра может не мыслуч, О, Будь спасен, приди сейчас, День завтра может не мыслуч, И солнце не осветит нас, Теперь пора, О, Будь спасен, приди сейчас, Господь не хочет всех знать, Кто с ним вступим в общенья, Он хочет в них твой труд начать, О, Будь спасен, приди сейчас, День завтра может не блеснуть, И солнце не осветит нас, Теперь пора, О, Будь спасен, приди сейчас, Вечерк, приди сейчас. Ищи, давайте за стол, Володя зови сюда сейчас, минуту. Зови дядю Володю, там оно, в детской. это вот книги 38 нету только сейчас 1 вот это новый завет в 3 тонн только только в комплекте полный комплект 45 на 10 лет на одном месте стояла цена остались копейки мизерные все это было видно за 9 лет каждая книга 752 страницы у каждой книги свой цвет закрепленный корешок а новый завет закладками белый синий красный вот смотри сейчас я покажу красный зеленый я влюблен в этот флаг единственный в мировой практике флаг свидетельствующий о жизни и о небе вот пожалуйста никаких возражения все молились нет так а где или сей отверстили ну ладно ты узнаешь как я перед утром было из-за чего него это так до устал воды напился но не надо давать было не разрешай он то не плечет почтительности предупредили так все проси на молитву а а Словище благих, держись неподателю, приди все вечерны и очистены от всяких скверных, и спасти блажей души нашим. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови эти занятия по Слову Твоему Святому. Даруй, Господи, нам не уклоняться ни направо, ни налево, но всегда следовать только по Твоим словам. И за Тобой, Господа нашим Творцом, по Твоим окровавленным стопам. Помоги, Господи, нам все выдержать, все устоять. И эти слухи, и настоящие события, которые сейчас происходят, эти болезни, которые появляются, Господи, Ты все это предсказал. Не даруй нам, Господи, этого демонского страхования в нас, а даруй нам, как Твой апостол сказал, чтобы мы не удивлялись, когда имеем это огненное искушение, как нечто к чему-то странному. Помоги нам, Господи, все преодолевшее устоять, сверну на надежду воскресенья и жизнь вечную. И прославить Тебя среди людей, не познавших Тебя, чтобы они пришли к Тебе. Тебе же слава за все, честь и поклонение, отец Цын и Святой Дух. Аминь. С миром. Игнатий Тихонович, не успел задать вопрос по поводу Вашего глаза. Вас не видно, где-то внизу, внизу совершенно. Сейчас видно? Да чуть-чуть, повыше поднимитесь еще. Я камеру опущу, у меня камера полтора метра от меня. Иначе не получается, вот так вот. Вот так хорошо, не уходите никуда. У нас все записывается в интернете, ставится, не против? Не против. Говори. Игнатий Тихонович, смотрите, какая ситуация у Вас с глазом происходит. Туда попала инфекция. Это стафилококки, похоже. Да это я знаю, про не надо, не надо, я не хочу по это говорить. У меня все открыто. Я Вам подсказал бы, потому что вот та лампа или что там Вам эта сама сестра дала, чтобы Вы лечили, оно, конечно, хорошо. Это не лампа, это электроволны, которые... А ну покажите, 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 выше, выше. Ага, это инфракрасное излучение там идет. Там излучения никакого нету. Они там, что-то такое идет. А может быть где-то незримо. Оно просто приток крови дает, чтобы расшевелить. Угу. Значит... Про это не надо говорить, я не хочу. У меня все, тут и краевая больница, и все тут врачи уже, все. Поделать. Они ничего не понимают. Не надо так, не надо. Не понимают. Понимают очень хорошо. Значит, смотрите, какая ситуация. Можно сделать очень просто. Взять свечку, зажечь и где-то сантиметров на 10 держать возле глаза. Ну, минут 10 так вот, пускай просто погорит. И Вы посмотрите результат через день-другой. Будет ошеломляющий результат. Ваше воспаление уйдет оттуда. Нет, никуда оно не уйдет. Уже шутки не делали. Это 6 лет у меня уже, это не просто так. Ну, потому что Вы не занимались этим вопросом. Вы не занимались. Вам некогда, потому что Вы все время в интернете, и Вы на это не обращали внимание. Два лекарства принимают, человек полностью ослепнет. Я же чувствую это. Нельзя. Это не лекарство. Это совсем другое. Это такое же лекарство, как и это. Там лучше, и тут лучше. Нет, нет. Там совсем другая физиология. Я бы услышал. Все. На эту тему закрыто. Вот же ж вы. Я услышал. 10 сантиметров свища. И 10 минут держать. Даш, и что говорить-то? 10-15 минут. Ну, там даже видно будет. Вот Вы увидите результаты. Результат должен быть очень хороший. Я уже знаю это. Просто у меня есть приборы, но я не могу Вам помочь. Ну, не надо ничего. Я сказал, не надо. Ну, не надо. На эту тему не говорите больше. Ну, на какую тему туда говорить? Я не знаю, Вы пришли, я ответил. Я вот это только хотел с Вами. Я ответил, что меня только что привезли с поликлиники. До этого смотрели в Краевой больнице. Какие врачи? И все по боку. Ничего не знают они. Ну, так нельзя. Не знают, потому что это совсем другое. У Вас совсем другое. Вы решили бы только так, как Вы говорили. Вы смотрите, Вы вот промывали святой водой. Святой водой промывали. И Вам легче было, да? Вы сами говорите. Я каждый день промываю. Не промывая, а просто сверху. Да, промывая протираете. Вот. А если Вы еще натощак будете за 15-20 минут выпивать стакан святой воды. Утром и вечером. Вот Вы смеетесь. 40 ветер надо вылить. Не надо. Там запретили. Он 40 ветер на каждого выливал. 40 ветер. Это вообще. Про архиерея узнал, его запретил. Это. На реку уводит бабок и там по 40 ветер выливает, лечит. Это так. По делу говорите. Что еще нужно? Ну, это укрепляет иммунную систему. Все, я сказал. На тему натина. Почему Вы так настаиваете? Ну, не знаю даже. Вы не виноваты. Ничего нет. Я услышал, принял к себе один. Ну, что на одном месте стоять-то? У нас сейчас работа только начинается сам. Я должен передать компьютер Владимир, он работает ночь. Я понял. Извините, я вас задерживаю. Вы по этому делу, по которому тогда сказали, по комбайну. Вот Ваша работа. Подумайте, как. Я занимаюсь работой этим. Я работаю над этим. Это то дело, если бы довели, это был бы шаг. Как надо. Ну, все, пока, если ничего нет. Все, пока-то, да. Слава Христу. Благодарю за заботу. Ну, все, откуда? Добрый день, мир вам. Добрый, с миром. Узнаете? А? Узнаете, говорю? Да, еще не узнавать-то, узнаю. Ну, ладно, как? Ваше здоровье. О, это все, как это, пираты. А вот так тебе показать. Чего бы невского можно. Все время что-то. Ага. Снег кидали тут, простудили. Это затянуло. Ну, так надо чем-то замазать, закапывать. Надо узнать, чего у врачей-то. Чего не лечишь, почему? Делают тут. Вчера Иван звонил. Позавчера. Все. Что он там сообщил? Ну, все, там про книгу спрашивал опять. Ну? Ну, я похвалил. Как ты его раскритикал? Похвалил его. А? Похвалил? Да. Он очень рад. Так он мне звонит. Он мне звонит и говорит. Я, говорит, так бы, я думаю, сейчас меня разнесет. Говорю, похвалил. Да теперь, говорит, никакие не нужны больше критики. Все, говорит, это... Ты его вон еще бил и просто... До того он рад. Это действительно там, хорошее такое. Как он говорит и ничего не скрывает. Я говорю, ну вот относительно с юродием, тут я бы не стал возить или с благодатным огнем уж доказано все. Ну, я говорю, не буду трогать. Но, главное, речь как ты написал. Как его там, этот, проходил там епископ. Я патриарх, чуть пол бы не треснул, то он это все написал. За то, что ты, говорит, рясу снимай, тогда фотографируй. А ты еще, говорит, в рясе и фотографируешь. Ну, хорошо написал. Ну, ладно, все, маленький. Я просто тренируюсь. Я пришел к Лене, она меня учит. А? Кто еще сказал-то? Я говорю, я пришел к Лене, барабаш, она меня учит, как обращаться. Да. Так, хорошо. Ну, все тогда, ладно. Ну, с Богом. Спаси Христос, что позвонили. Павел вчера был. Павел. Так. Просил у меня денег. И что? Ну, он показал. Ну, ему надо там не хватало на аппарат, говорит, 7 тысяч, что ли? Не знаю. Ну, сколько-то было. Ну? Ну. Так ты дал ему? Не, не дал. Я говорю, вы просто смеетесь надо мной. Я говорю, нашли у кого просить. Я другой раз еще и отправить у Володи, деньги занимаю. Которые нигде не получают. Еще я говорю. Ты был где? У Севастьяна был. Еще там нигде денег нету, что ли? 5-7 тысяч-то. А я думаю, да, ему он тут дорогой пропьет где-нибудь. Ну, нашли ему, дали. Там Ивана позвонила этому Давыдову сыну. Вот он учится. И он ему там в больницу отвез. Он там сидел и в больницу ему отвез. Долго он был. Вот так. Долго он был. Ты думаешь, только пакости на тебя говорит и пришел не стыда, не совести. Ну, ничего, что он это. Ты говорил это, он не от своего же ума. Тому кто в ухо щептал, он от того и говорил. Не сам же, что там. Главное, он мне говорит, а получал от меня письмо? Я говорю, нет. Я даже в руки не брал, сразу в печку бросил его и все. Такие гадости пишет. Ну, ладно, все, пока. Все, с Богом спасибо. А тут деньги не платить хоть сколько, говори. Ну, что, здорово, Бля. Привет, привет. Только сейчас помылся, батюшка звонил сейчас. Я сейчас тут наткнулся на одно. Второй раз уже наткнулся. Какое-то лекарство изобрели для глаз. В Барнаульске парень, студент. А это продолжение то, что там Федоров, офтальмолог, делал. И говорит, эти годы, все это они старались опираться. Операции на глаз делали не больше 47% удачно. Умышленно делали для наживы. Большая статья. И какой-то шипринг, писатель дает ответ, как он заболел. И стало у него туманиться. Похоже на меня вот такое. Ну, оно все, видимо, такое и есть. И как ему на это лекарство указали. Говорит, вот только с одного места можно выписывать. А до этого писала Алтайская правда, кажется. Парень. Один тут такое дело развил. Ну, ему там помогают. Я только стал списывать оттуда, и сразу выскочила табличка. Вы из Барнаула запишитесь. В прошлый раз я начал записываться. Видели, да? Нет, я поняла, что да. Я сейчас скину вам. Вы посмотрите все это. Да. Ну, а когда на эту выйдете, на самой... Она табличку и вам выкинет. Надо посмотреть. Я это... Да, хорошо. Алой прислонил, и утром встал, мне не больно ничего. Да мне вообще не больно. Но она наплывает и затемняет. Вот сейчас помыл опять теплой водой, и опять все вижу. Ну, вижу даже мелко не считать могу. Ну, вы алой прикладываете почаще. Я, кстати, сама вчера тоже себе закапала алой-то. Ну, как бы он там все равно практически даже... А я просто его разрезал, развернул его изнутренности и приложил с компрессом. Да. Да-да-да. Шапочка такая тут нашлась. А я вот это-то сделал. А через это-то, да, я посмотрел, как ее правильно делать. Вот это. И шапочка этой накрыла. Она не дала спастись. А до этого без него, она только лег, она все слетела. Ну, туда-да. Рюза, беспокойся, сестра. Мне это дорого. Пока, ладно, еще можно день подождать. Я сейчас хотел нарезать его опять, это... Да не знаю, думаю, надо, не надо. Надо-надо-надо, почаще прям прикладывайте. Ну, а я, может, на ночь его привяжу лучше, дождусь, да и на ночь. А то днем как-то выходить тут. Нет. Нет, вы можете капать, например, днем просто капать. Там же сок прям можно выдавить в этот пальцем. Нет, нет. А на ночь уже... Такого соку там нету. Он просто... Ну, мало. Влажный и все. Я его сам... Ну... И он к утру подсох. Потому что я... Ну, да. Какая-то причина, кто-то пришел, там надо выйти. А я с этой повязкой-то... Батюшка говорит, еще как пират-то, говорится. Он смеется. Пират. Вышел на меня первый раз, поэтому к Елене зашел там к этой барабашной. Оттуда позвонил. А-а. Вот так. Молодец. Я сейчас постараюсь вам скинуть. Ну, прикручивайте. Сейчас скину этот материал. Хорошо, одинаково. И ссылка. А потом по ссылке посмотрите на вас, они скинут там данные. Там можно... Конечно, это ради денег делается. Там мы как-нибудь обойдемся. Ну, я изучу, изучу. Ну, ладно. Что хочешь сказать еще? Я же, видите, у меня профессиональный снабженец. Я же поиском продуктов занимаюсь. И поэтому... Ну, все, с Богом. Жду тогда. Спасибо, Христос. Благодарю. Спасибо, Христос. За внимание. Слава тебе, Господи. Спасибо.